Для нас это очень важный прецедент, важный проект, поскольку мы понимаем, что бороться с коррупцией в нашей стране, это значит менять ценности, поскольку коррупция стала культурной нормой. К сожалению, это уже та вещь, которая приемлема. Этому есть масса объективных причин. Например, Советский Союз, который распался из-за коррупции, развалили. В 90-е годы, когда плохо работала государственная машина, и коррупция как-то помогала крутить эти шестеренки. Коррупция пошла в норму. И поэтому борьба с ней со стороны общественных организаций, как наша, это попытка изменить культурные коды, изменить ценности поведения людей, общества. И поэтому мы считаем, что новое руководство, в моем лице, в лице нашего правления, решило добавить к общей практике трансперенсии еще и значительный элемент работы с обществом в целях изменения культурных норм. Это в первую очередь мы верим, что это можно сделать посредством искусства. И поэтому Transparency Kazakhstan участвует в этом проекте, потому что современное искусство в данный момент и художник, современный художник, это исследователь в первую очередь. Современный художник и исследователь, который выявляет какие-то причины социальных и других проблем и предлагает их решения. Сейчас уже недостаточно просто обратить на это внимание. Необходимо сейчас на самом деле дать решение какое-то, показать людям. И поэтому мы с удовольствием поддержим этот проект и надеемся, что молодые художники Алматы, Казахстана, СНГ, с которыми мы стали действительно хорошими друзьями, мы все вместе попытаемся найти решения, найти новые коды, найти те ценности, которые бы продвигали прозрачность, справедливость, честность в нашем обществе. Ну я хочу сказать, что я как человек, принимавший участие еще в отборе, тоже могу дать какую-то оценку. То есть мы старались, чтобы школа была разноплановая. И чтобы среди наших слушателей были как художники, которые только-только начинают свой путь и интересуются современным искусством, так и достаточно молодые художники, такие как Бахыт Бубиканова или Гэша Маданова, но у которых есть опыт участия уже в международных выставках и, так сказать, какие-то уже работы, да, корпус работ, который можно отнести к современному искусству. Вот. И это сделано нами было намеренно, собственно говоря. Вот. Поэтому уровень очень разный. И да, те, как бы, международные, да, участники, вот Маша Гончар из Одессы или там Лера Лернер, хотя она как бы биолог по образованию, но у нее есть тоже опыт участия в групповой выставке. Вот. Они, конечно, может быть, у них какой-то, так сказать, общий бэкграунд культурный, несколько выше, да, чем у казахстанских участников, но все равно все находятся примерно, ну, как бы на одной волне, вот. И мне кажется, не очень, может быть, корректно говорить об этом уровне, вот. Потому что Казахстан, к сожалению, с тех пор, как не существует Центр современного искусства, да, Сороса, вот уже 10 лет, 6 лет, он 10 лет существовал, и благодаря ему появилась какая-то волна художников казахстанских, которая вышла на мировой уровень. Да, вот мы сейчас как раз, задача школы, это решение именно этой задачи, то есть выращивание нового поколения художников. Вот. А сами понимаете, без молодых, которые, ну, как бы, только-только начинают, и, возможно, у них какой-то более, так сказать, низкий уровень, да, вообще понимание того, что происходит в современном искусстве, и что именно современный художник должен уметь, да. Вот. Он может быть несколько ниже, но вот это, в этом-то и, как бы, наверное, фишка школы. Ну, это сообщество сложилось, и я надеюсь, что выставка, которая будет через два месяца, она, ну, то есть вот этот, то есть процесс, это общество, оно еще будет существовать, как минимум, до выставки. Вот. Ну, мы надеемся, что оно и будет и дальше так же, как бы, складываться, да. Ну, я не считаю, я просто вижу, что управление культуры, да, повернулось лицом к искусству, потому что все то, что на протяжении последних полутора лет происходит, это, конечно, это большой разворот. И то, что Арбатфест с каждым годом, да, имеет возможность, благодаря управлению культуры, привозить все больше и больше международных художников, вот, и то, что, как бы, наша, да, школа реализовалась, и мы надеемся, что, ну, как бы, те итоги школы, они дадут возможность для того, чтобы этот проект был ежегодный. У нас уже есть несколько задумок, что делать в этом месте дальше, то есть мы хотим делать Science of Art, Art of Science, потому что это уникальное место, где вообще очень бурно развивалась казахстанская наука. Надеемся, что мы найдем еще других спонсоров благодаря этому проекту, вот, но что управление культурой будет тоже продолжать нас поддерживать. Мы даем какие-то основы, да, и скорее прививаем главный навык постоянно учиться и работать. Вот, потому что мы всему не научим, тем более, там, за 5 дней, даже за 24 часа в сутки это не произойдет. Вот, что нужно понимать, да, поэтому какие-то работы уже попали на фестиваль, какие-то работы будут показаны на выставке, ну, финальной выставке, итоговой выставке. Уровень этих работ будет разный. Это зависит не только от таланта, да, это зависит от опыта, да, потому что некоторые художники уже имеют профессиональный опыт, который участвует в школе. Некоторые только-только знакомятся с этим, только-только учат этому языку, да, они впервые начинают говорить, буквально алфавит только учат современного искусства. И к этому тоже вот надо относиться, в общем, понимать это. Классический перформанс – это перформанс, когда, да, художник работает своей личностью, своей биографией, то есть он создает как продукт биографию, да, и работает своим телом. И тело – это тоже, как бы, инструмент, с которым надо работать, уметь работать, исследовать его. И, собственно, перед тем, как начать делать продукт, да, очень важно вот то, что делаю я. Это в закрытом режиме в основном, хотя у нас будут работы и снятые на видео всякие, да, ну, так вот если акцент поставить в основном, чем я тут занимаюсь, я занимаюсь тем, чтобы молодой художник имел возможность поработать со своей идентичностью. И тут я важна в том числе и как психолог, и как художник. То есть я занимаюсь тремя вещами. И мы не очень успеваем, если честно, за пять дней, то есть это, правда, даже для меня слишком интенсивно. Потом у нас очень много художников, которые, вот, наверное, я думаю так, что те, кто пришли ко мне, они еще не до конца, как бы, их идентичность не совсем, не всегда полностью, они художники. То есть они, может быть, станут вообще номер один художниками, да, но пока что они, например, через перформанс переживают некую инициацию, да, посвящение в художники. Ну, не только, то есть я, как бы, закрепляю и, да, обсуждаю, может быть, этот процесс. Тут очень хороший подбор преподавателей. И темы, которые он здесь учат, они очень интересные. И потом, мне кажется, для художника важно именно, ну, вот такой образ кочевника, менять места, чтобы как-то расширять свое сознание новыми образами, новыми местами. И то, что тут обсерватория, такая уже полуразрушенная, это тоже своя энергетика, очень важно, мне кажется. Здесь, в принципе, я открою для себя те новые вещи и те тенденции, которые повлияли, в принципе, на все искусство в целом 20 века. Потому как изобразительное не может быть без театра, театр не может быть без танца, танец не может быть без каких-то там скульптурных композиций, да. То есть все достаточно очень взаимодействует и достаточно плотно, и именно с точки зрения именно семантики, да, и, так скажем, каких-то симбиотических вещей в искусстве, это очень-очень интересно, потому что ты посмотрел на искусство немножко с другой стороны, с другого угла, так скажем, с которого ты никогда не смотрел. И очень интересно, что у нас все это действие разбилось на три недели, на три абсолютно разных кардинальных блока. Конечно, немножко было теории, да, то есть история искусств непосредственно, потом как бы значение искусства в современности, как это все взаимодействует, скажем так, с бизнесом, насколько оно актуально. И непосредственно уже в конце, вот у нас сейчас на финале, это лаборатории, то есть лаборатории по видеоарту, лаборатории по движению, по перформансу, по пространству и какие-то вот социальные тоже вещи. Вырастить настоящего художника, который является славой страны, это очень сложная работа, очень тяжелая работа, потому что его нужно понимать, с ним нужно носиться, его нужно растить, его нужно беречь. Вот, и если, ну вот, я не знаю, вот Баха Бубиканова, который здесь участвует, я сейчас монтирую выставку «Похищение Европы», она участвует в этой выставке с мэтрами, то есть опять же с Молдогулом Нарымбетовым, с Эйдом Атабековым, с Сербовцином Мельдебековым. То есть вот эта приемственность, мы ее показываем и на выставке. И я, честно говоря, верю в то, что они же прошли довольно жесткий отбор, то есть они хотят, а это уже, ну, 30 процентов, то есть когда человек ощущает себя художником и без этого не представляет, то есть он не ходит на работу работать художником, он живет как художник, и это очень важно, вот это ощущение. И вот они третью неделю живут как художники, и я очень надеюсь, что будет стопроцентный выход. Если бы не было, например, Айдбаева, Хальфин никогда бы не появился. То есть это только кажется, что это разрывы существуют. На самом деле художники ходят в музеи, они читают книги, то есть разрыва такого вот, чтобы провал был, не существует в художной среде. Если бы не было Хальфина, не появилась бы та же самая Баха, Бубиканова и так далее, и так далее. То есть, а если бы не было там, ну, Мухаммедова, совсем это первое поколение вообще казахстанских художников, или Костеева, не было бы того же Айдбаева, не было бы Айдбаева, не было бы Хальфина, и так далее, и так далее, и так далее. На самом деле у нас ведь очень небольшая история искусства Казахстана, есть его сто лет. И преступно делать перерывы. И поэтому эта традиция, вот она, усилиями разных людей, но она существует и продолжается. Я надеюсь, что у нас будет изобразительное искусство. Хотя в свое время я пугала общество, писала статью «Страна без художника». Я надеюсь, что мои мрачные прогнозы не осуществятся.